Александр Ткаченко, который занимает пост министра информационной политики, объявил о сроках голосования за новый закон о регулировании украинских СМИ. Документ законопроекта может быть принят и введён в действие до конца мая 2021 года. Причём, по словам политика, данный закон нужно доработать в срочном порядке, ведь он отстал от реалий современного мира. В пример он поставил страны Европы и США. По мнению депутата, законопроект даст всем игрокам на рынке информации равные права и возможности, что создаст здоровую конкуренцию. Депутат заявил, что концепция данного закона уже применяется во всём мире, поэтому Украине не стоит отставать в этом плане. Можно отметить, что данный законопроект резко критикуется в массах из-за якобы тотальной цензуры, которая не нужна СМИ. По данным пояснительной записки к закону, распространяться он будет на все сферы СМИ. Контролировать исполнение закона должен нацсовет по вопросам телевидения, причём в форме союзного регулирования, которое предполагает создание отдельного органа с участием журналистов и медиамейкеров. Наказанием за неисполнение может быть штраф, который взимает нацсовет и отмена лицензии при обращении нацсовета в суд. Накануне президент Украины подписал документ о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства, в котором обязал правительство разработать ряд законов, которые бы регулировали формат новостей, во избежание дезинформации и владения медиаресурсами или их финансирования лицами, которые связаны со страной-агрессором. В свою очередь, глава Союза журналистов выступил категорически против данного указа, объяснив это тем, что система и так располагает всеми ресурсами и рычагами власти для урегулирования всех вышеперечисленных вопросов. На это отреагировал министр культуры Украины Владимир Бородянский. Он уточнил, что власти не пытаются данным образом как-то ущемить СМИ или ввести тотальную цензуру. По его словам, данный законопроект нужен для того, чтобы ввести новые термины, такие как дезинформация, опасная информация и недостоверная информация. По мнению министра, это создаст дополнительные механизмы борьбы с фейковой информацией и пропагандой со стороны агрессора. Позже Бородянский представил законопроект, который предполагает административное или уголовное наказание за дезинформацию в СМИ. Так, за третий доказанный факт предоставления неправдивой информации в СМИ предполагается штраф в размере 5 миллионов гривен с последующим опровержением дезинформации. За отказ опровергать ложь сумма штрафа возрастет в два раза и составит уже около 10 миллионов гривен. Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначенный Кабинетом министров.